Здравствуйте! В эфире передача по факту. С нами сегодня режиссер-постановщик, художественный руководитель театра Гой Артур Саакян. Здравствуйте, Артур! Добрый день. Спасибо, что пришли к нам. Спасибо. Артур, в Армении уже более 70 тысяч переселенцев, вынужденных переселенцев из Арцаха. Поток пребывает и пребывает. Вполне понятно, в каком тяжелом психологическом состоянии эти люди. Впрочем, и подавленное население, подавленное состояние, наверное, сегодня у всех армян, независимо от места проживания. Что с этим делать? Как, возможно, поменять настроение людей? Ведь это еще не конец. Знаете, для этого делается все. Для того, чтобы было вот такое подавленное состояние. Потому что я убежден, что, в общем, это часть плана, чтобы подавить нацию, просто подавить нацию. Потому что вот у этих глобальных таких ресурсов, это входит в это самое... Вы вспомните, сколько нам давили на это состояние. И, в принципе, мы как-то находили в себе силы и выходили из такой депрессии. И сейчас, в общем, депрессия одна из составляющих вот этого самого. Вот когда депрессия, человеку хочется застрелиться, то с ним уже можно работать более оптимально. Им мы кого имеем? Я глобалист. Глобализм вот этот всеобщий. Когда вот у нас началась эта цветная, будь она проклятая революция, я понял, а все, по телевизору шли аналогичные кадры из депрессии до этого. Потом с Украины. И когда у нас все это началось, я понял, что за Армению взялись. По-серьезному взялись. Взялись Армения, интересно, как плацдарм антироссийский. Я не влюблен в Россию, у меня нет самой, но понятна суть игры. И, в принципе, и Первая мировая война, и Вторая, потом и революция до того. И потом это все делалось против какой-то такой мощной экономики, мощных ресурсов. Работали деньги. Интерес. Работал интерес. Именно интерес. И вот когда нас за нас взялись, я понял, что это очень серьезно. Потому что нам противостоят очень продуманные, досконально продуманные программы. Поэтому одна из этих составляющих, то, чтобы у нас какой-то... Мы поломались. Это составляющая, чтобы народ поломался. Потому что он как-то плохо ломается. Плохо ломается. И, в общем-то, это и есть цель. И просто... Ну, я не профессионал. Я всего лишь стараюсь как-то все это анализировать. Но вы творческий человек. Вы имеете дело с душой человека. Я говорю вот так. Как можно бороться с этими настроениями? Нужно бороться. Люди не могут... Как я не знаю, но с этим нужно бороться. Я не знаю, как. Ну, я постараюсь придумать для себя. Потом посоветую кому-то. Очень тяжело. Это сверхтяжело. Ну, многим кажется, что это уже все конец. Мне в том числе. Потому что, если до этого мы загипнотизированы до такой степени, то это серьезно. А потом появляются какие-то такие маленькие маяки, на которые ориентируешься. Понимаете? Вот была у меня личная трагедия. Очень такая большая. Ну, можно было бы просто сойти с ума. Но потом я понял, что если я остался, я зачем-то остался. Зачем-то? Вот нужно найти это, зачем ты остался. Нужно найти, наверное, какую-то объединяющую идею, возрождение. Да. И вы, как люди творческие, задействовали... Кроме того, если тебя оставили, потому что я глубоко убежден этому, крадо, что, в общем-то, ничего случайного не происходит. Вот уж эти люди, я остался. Почему-то я остался. Это какая-то другая математика. Непостижимая нам, благо, непостижимая. И поэтому, в общем, я подумал, что если, в принципе, все мы когда-либо откроем эту дверь, и если я сейчас, мне этого не дано, то я должен что-то делать. Во имя памяти, во имя, я не знаю, правды. Я не знаю. Я зачем-то остался. Меня зачем-то оставили. И вот нам зачем-то еще вот это преподнесли. И, значит, нужно понять, в чем мы виновны. Это же нам сделали. То есть мы вот в который раз и сделать выводы, и просто не делать глупых вещей, чтобы искусственно не способствовать тому, что с тобой делают. Нужно выходить из этой ситуации. Нужно выходить как-то. Нужно выходить. Но как? Не только я думаю, не только вы думаете. Да. Я думаю, придумают. Ну, глупо говорить, что мы выходили, допустим, из-под кинации, да. Напоминать глупо. То есть это не самое тяжелое, что было. Ну, наверное, второе по тяжести, вторая по тяжести трагедия в истории армянского народа. Ну, смотрите, вот положение азербайджан оказалось очень таким незавидным. Но люди нашли в себе силы. 30 лет назад вы имеете. Они, да, у них была эта мечта. Да, все поставили на вонятное. Да, но они схитрили. Они это самое. Ну, это турки. Турция, да, четко встала. Да, они все турки. Это тоже разделение, что, допустим, Россия и Украина. Приблизительно вот такое разделение. Да, да, это же нация. Идут разделение, а там объединение в данный момент. Понятно, у них есть идея. Они вынашивают свою идею. Они лелеют ее. Они все делают для того, чтобы она исполнилась. И, в общем-то... Но я понимаю, что... И не только я понимаю, что у них есть вот эта мечта. Вот глобальная такая вот эта туран. Фран-чуркизм. Да, туран. Туран. И не только я понимаю это. Это знают многие. И, в общем-то, политика такая штука. С заговырками. В общем, для меня ничего не точно. То есть абсолютно говорить про что-то нельзя здесь. Ну да, сегодня все зыбко. Сегодня очень сложно. А наблюдали ли вы такой момент? На фоне страшной трагедии какую-то озлобленность некоторой части общества. Вот в соцсетях отвратительные смеющиеся смайлики под информацией об арестах известных людей, деятелей. Например, Вартаняна, Рубена и очень многих других. Очень много работают фейки. Это тоже известно. Но не только. Это явление как объяснить? Во-первых, действительно есть озлобленные люди в лице сегодняшнего, извините за слово, правительства. Есть вот они окончательно озлобленные. И есть у них свои самые какие-то притоки. Есть такие люди. Я не захожу в фейсбук. Я уже третий год не захожу в фейсбук. Я отказался от этих услуг, потому что они тоже отлуговывал. Они именно для этого и созданы. Понимаете? Сделать рейтинг. Какое-то выдуманное слово. Сделать рейтинг. Смотрите. 48 тысяч человек. И все. И у тебя... К тебе говорят 48. Как факт говорят об этом. А это 48 тысяч очень сомнительные. Во-первых, вот такое количество. Но если ты не сомневаешься в этом, у тебя впечатление, что все. Вот 48 тысяч человек под этим поставили свою кожу поставить. Но это же не так. Да. Есть огромное... И потом, кто там ставит. Да. В армянские соцсети можно попасть из Азербайджана, из Турции. Кто угодно под фейковыми. И в общем-то это не делает погоду. Но есть. Эти люди есть. Определенно есть. Да. Вот такие кретины, их полно. В то же время это не лицо нации, потому что мы видим, как десятки тысяч людей пытаются как-то помочь арцавцам всем, чем могут. Безусловно. Если это лицо нации, то это очень скорбно. Но я уверен, что это не лицо нации. И это абсолютно не нация. Да. Знаете, у нас на фамилию Ян заканчиваются очень многие... То есть носят очень многие, которые, в общем-то... Это им не родная фамилия. Это псевдоним. Это псевдоним всего лишь. Потому что они по крови другие. Но у нас есть проблема с кровью. Потому что тысячу лет у нас не было государства. Я Киликию очень люблю, но это не... Это продолжение армянского государства, но это не Армения. Поэтому, в общем, кровь с кровью проблема. Вы помните его Булгакова? Там, когда Маргарита что-то так правильно делает с пастицией Воланда. Говорит, это кровь. Кровь работает. И вот сейчас работает. Диалии, да? Кровь. Именно кровь. Именно... Смотрите, вот эти ребята, которые там стояли, до упора, до конца стояли перед своими гаубицами. Вот их сверстники здесь, на каскаде, на Сарьяно, эта проклятая улица, они пили глендвин, вайн. А те бы стояли. Я уверен, что если бы они стояли, у них тоже кровь проснулась бы. То есть кровь просыпается в экстремальных ситуациях? Когда перед тобой, по-моему, все уже. Стена. Полная стена. Да, это полный экстрим. И вот тогда либо просыпается, либо у тебя другая кровь конкретно. Музыка лучший показатель. Если можно слушать вот Му-Ам, значит, твоя кровь требует Му-Ама. Понимаете? Потому что если моя кровь, она отторгает это. И если вот у нас такая популяризация этой музыки, значит, смотрите, сколько у нас здесь такой кровью. Кровью, требующей Му-Ама. В городе митинги. В городе красный. В городе красный, безусловно. Красный и белый, или как у нас, белый и чёрный. В субботу очередной митинг завтра. Какие ожидания от оппозиции? Ну, известно, что многие разочарованы. За три года оппозиции мало что удалось. Сейчас, возможно, у него последний шаг. Смотрите, недавно опять было интервью. Ведь ту оппозицию вот перед цветной революцией. Милиция вот так не относилась к ним. Полиция, извиняюсь. Но милиция, это интереснее звучит. Они же так не относились. Их просто освобождали улицу, и всё. Вот сейчас относятся вот так. В данном случае, я не знаю, насколько это, утверждают, что это имеет какой-то смысл, это имеет какое-то значение. Им виднее. Я опять говорю, я дилетант в этом. Им кому глава вопрекция? Ну, те, кто требует вот этих акций. Но, я думаю, что, понимаете, нужно... Мы апеллируем к совести. Мы апеллируем. Вот совести у вас нет. Вам не стыдно делать такие вещи? А нет у них совести? Нужно от этого стереотипа отказаться. Нет у совести. Нет... А они пишутся на Ян, у них фамилия, случайно или же подтасованно. Вот я не знаю, сейчас индусы, наверное, тоже... Вот эти, которые разносят. Они тоже, наверное, на Ян скоро будут писаться. Поэтому, в общем-то, не следует апеллировать к совести. Не следует... Я не думаю, что если я могу что-то придумать, или что-то у меня может пройти в голове, у людей, которые занимались этим, у них вот этих рецептов нет. Понимаете? И вот я думаю, что все же... Я помню, говорю вы у вас. Нету приказа. Просто нету приказа. Мы же не это самое. Ну, так говорится до красного словца, что мы такая свободная страна, независимая. Так нет независимых стран в принципе. И поэтому мы далеко не... Самая... Не независимая страна. И вот нету вышестоящего начальника приказа просто. Я думаю, вот так. Потому что... А вот сейчас, я думаю, будет. Мне кажется, что будет. Должен быть. Вот сейчас очень много таких маленьких пакостей наделано. Ну, специально, естественно, специально. Это проект глобалистический, то бишь, Соросовский. Все они... Им за все заплачено. Они не имеют права от вас отказаться. Даже если они что-то тогда недопоняли. А эти доводы не берутся в счет. Все. Получил деньги. Арбайты. Понимаете? И, в общем-то, сейчас требует... Вот смотрите, как зачастили суда. Из свободного мира. То есть, напоминает, что вы должны... Мне так понятно, как, допустим, не знаю, отношение к этому... Мне понятен этот разговор. Давай, жми на Россию. Мы тебя сразу примем в НАТО. Мы тебя примем в Евросоюз. Ты окажешься нашим членом, а мы заступимся за членами Евросоюза и НАТО. Украина, например, перед глазами. Я вот именно это имею в виду. И не только. А что сейчас до сих пор орет вот этот ковальщик? А где? Вы же обещали. Вы же это самое. Но он прямым текстом не скажет, потому что у него в охране Ми-6. То есть, в конкретности, что-то неожиданно случится. Прямым текстом это не сказать. Это нигде не зафиксировано. Это просто байк. Я так думаю. Я так представляю вот эту ситуацию. А нет, вот тебе оружие, идите, работайте, товарищ. Можно ли считать, что миротворцы не справились со своими обязанностями? В их присутствии имела место этническая чистка армян. Ситуация была другая тогда. Понимаете, если... Когда-когда? В 20-м году? 9 ноября. В ноябре 20-го года. Когда капитуляция состоялась. Значит, мальчик, будешь себя хорошо вести? Ты будешь это-то-то-то? Тогда все, наши ребята там. А сейчас мальчик за это самое. Как-то начал кренить в другую сторону. То есть, это объясняется позицией, которую занял... И не было соответствующего приказа. Понимаете, глупо ожидать, что Россия будет любить нас больше, чем себя. Какое-либо государство. Грузия будет нас любить больше, чем себя. Грузия и правительство. Но тут, простите, не только любовь. Россия не нуждается в Армении? Ну, это следующий этап. Наверное, всего этого. Это другой. Но нужно наказать сначала. А наказывают, наказали в данный момент 120 тысяч человек. Пока что так. Самых пророссийских. Ну, опять же, смотрите, не факт еще, что все это закончилось. То есть, для нас это трагедия, это сплошной кошмар. Но она играет. У нее следующая карта есть. Следующая карта, вероятно, в том, что говорят, пишут, что и Азербайджану, и России, и всем выгодно, чтобы в Арцахе осталась какая-то часть армян. России, чтобы там стояли миротворцы, Азербайджану, чтобы показывать миру, смотрите, у нас живут армяне. А как, по-вашему, это возможно, кто-то сможет, захочет там остаться? Я не могу говорить за всех. В принципе, если бдешь, это азербайджанское, там невозможно будет жить. Но я не знаю, что им пообещают, как их. Ведь, понимаете, народ сентиментален. Ему говорят, вот это будет, это будет, это вот. Он дальше не просчитывает. Народ боится неизвестности, правда? Да, и в связи с этим ему гарантируют, вот так, 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 все. А что им будут гарантировать? Как их оставят там? Я не знаю, какими такими уговорами. В принципе, всегда. Но, смотрите, если я смотрю, вот эта война классическая, украинская, она очень продуманна. Вот я когда... Чем? Западом? Нет, как раз Западом она плохо продумана. Россия, она очень продумана. На мой взгляд. Я еще раз хочу сказать, что я не поклонник России. То есть для меня и Россия, и лишь бы не было этих сатанистов. Они все нормальные, когда нормальные, и ненормальные, когда ненормальные. Но, в общем-то, и здесь у них есть план. Определенно. Здесь тоже у них начали работать институты. Единственное, что они очень... Я говорил, они неопрятно работали. Они потеряли Грузию. Они потеряли... Как соседа потеряли Грузию. Потеряли, допустили Саакашвили, потеряли Грузию. Допустили... Потеряли Украину. А потом начали все это отваивать. Отвоевывать. И это... Уже совсем другими тяжелыми усилиями. И вот так они... Благо они спохватились при этом самом... На Белоруссии. Потом Казахстан. Но Казахстан опять как-то шалит вроде. И поэтому... Ну, я думаю, что есть какие-то институты, которые работают. И вот это не... Это не есть конец их плана. Это есть какое-то... Это как какое-то такое публичное... То есть, вот эти, так сказать, анализ многих, что Россия уходит с Южного Кавказа, вы не согласны? Не может анализ. Будет вынуждена уйти? Если Россия уйдет с Южного Кавказа, останется Ростов, Питер и Москва. Не может... Сибирь как-то так еще? Да нет, там Алтай. Урал. Они все... А если они туда дойдут, а там Чукчек. У них олени. Понимаете? И, в принципе... Да вряд ли. Вряд ли. Не думаю. И, исходя из этого, у них нету Грузии сейчас. Азербайджан – это протурецкая часть турецкого государства. Однозначно. То есть, здесь никого не остается. А если дать здесь какую-то базу антироссийской, это будет очень шустро сделано. Не думаю. В общем, я не думаю. Мое дело предполагать. Азербайджанско-турецкий тандем, на ваш взгляд, достиг своих целей? Или они половинчатыми остались? Доволен ли Алиев в своей террасой? Понимаете, если бы армяне могли предъявить, что думают турки, что они замышляют, то не было бы геноцида. Данил Варужан не оправдывал бы, допустим, не заступался бы за турков, говоря, что они цивилизованы. То есть, это непонятно, что их на уме. Главное, что у нас на уме. А у нас программы как таковы. Наверное, это самое. Не совсем корректно. Я говорю, армяне – это евреи без проекта на будущее. Евреи – это армяне с проектом на будущее. Для меня как-то вот в этом разница. ПЕС-проекта. Вот я не знаю, я особо не интересовался, но я не видел проекта будущего. Сейчас говорят о том, что в Карабах будет послана международная миссия. А для чего сейчас это? Я не верю в это сообщество мировое. Международные миссии. Они показали себя самой гадкой стороной. Они просто сидят здесь, получают большие надбавки за то, что они в нацелении. Или где-то они сидят в Казахстане. И, кстати, портят воду тоже. Они мутят воду очень сильно. Они здесь как шпионы. Как разведчики. Разве конкретно разведчики, понимаете? Они разведчики, вот это такие маленькие островки, посольства. И поэтому вот я думаю, что российское посольство не в восторге от их работы. Ну, вероятно, не вы один. Так сказать, Азербайджанно-турецкий тандем продолжает продавливать Зангизурский коридор. И это кажется выгодно всем международным астрономам. Поймите, они турки. Для армян это слово очень емко. Но это выгодно не только им. Это и России выгодно, и Западу выгодно. То есть мы пришли сегодняшний мир, где любовь не играет никакой роли. Симпатия не играет никакой роли. Это всего лишь выгода. Так, значит, пусть себя плохо вести, газ будет по такой цене. Коридор будет вот такой величины и это самое. А, кстати, нужно напомнить, что это не есть. Вот те, которые сейчас там рыпаются, это не есть армянский народ. И, скорее всего, это антиармянский народ. То есть антиармянский, я думаю, что это турецкий народ. Турецкий по своей сути. То есть вражеский. И от врага не нужно ждать милости. Если это враг, то он будет вести себя, соответственно, со своим кодексом. Поэтому, в общем, программа, программа должна быть... Вот люди сидят, получают деньги и бьют по клуши. Ничего такого объединяющего не было. Понимаете? Поэтому так это очень быстро развалилось все это. Потому что, действительно, они бьют. Они не говорят без повода. Вот те, кто говорят, те, кто... У них все на этом самом... На фактах, которые... На компромате. У них все на компромате. Так не надо допускать компромата. Зачем ты? В общем, вот это же про тебя правильно. И все. Они на компромате делают свои дела. Поэтому, я не знаю... Никогда не бывает так, что случайный человек пришел к власти. Он проходит через вот все эти самые вернова. А потом, оказывается, что он не свободный человек. Он уже является этим самым. Он обслуживает чьи-то интересы. Все. И нету человека. На него... Ведь поступая в известную организацию, ты должен рассказать о своей самой сокровенной тайне. Вот перед этим советом старейшим ты должен рассказать это. Обязательно. Они знают про тебя компромат. То есть, все. Ты у них на ладони. Прошел век после геноцида армян в Турции. История повторилась иначе. И в главных ролях все те же страны. Турция, Азербайджан, Россия, Армения. Не думаю, что это случайно. Безусловно. Наше эфирное время подошло к концу. Вам спасибо за интересную беседу. Передача по факту подошла к концу. С нами был режиссер-постановщик, художественный руководитель театра «Гой» Артур Цаакян. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова